вторичная выгода симптома или как работают невротические расстройства сегодня об этом поговорим смотрите не переключайтесь меня зовут алексей красиков эта школа эмоционального интеллекта и психотерапии канал невроза мегаполиса здравствуйте итак давайте разбираться в сложной теме которая называется психодинамика если вы интересуетесь психологии психотерапии и физиологии то вам будет интересно если вы пациент если вы клиент то это будет еще более вам полезно итак есть такое направление психотерапии который называется личностно ориентированная реконструктивная психотерапия которую основал владимир николаевич миссичев тогда называлась патогенетической психотерапии потом борис дмитрий кавасарский переименовал ее в личностно ориентированную реконструктивной психотерапии, этот метод рождался на базе девятого отделения клиники неврозов имени Бехтерева в Санкт-Петербурге. К слову сказать, недавно был съезд Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, где опять же был большой форум, большая дискуссия интеграции личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии в когнитивно-поведенческую психотерапию, за что Дмитрий Викторович Ковпаку и Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии большое спасибо. Итак, психодинамика понимает очень необычным образом и на мой взгляд очень правильным образом понятие невроз. Невроз это болезнь личности, где личность реагирует как-то на какие-то обстоятельства жизни. Проблема заключается в том, что психодинамика понимает, в отличие от КПТ, что симптомы невроза не возникают сами по себе. Должествование, оценочные суждения, катастрофизация, чтение мысли, обобщение, невыносимый дискомфорт есть у всех, но не у всех есть невроз и расстройство. Согласны? Выйдите сейчас на улицу вашего города и вы увидите у всех жесткие убеждения, но невроза же нет у всех. Почему? Потому что убеждения мешают реконструировать невротическую личность, но не создают, черт побери, ее, а создают невротическую личность огромное количество личностных особенностей, которые формируются в детстве. Мы называем это сверхценные потребности. И вот симптом в том же самом ОКР, паническом расстройстве, невростынии, истерии и так далее и тому подобное имеет определенную функцию. Вы только вдумайтесь в то, что на самом деле симптом это продукция нашего организма, мозга в частности, для того, чтобы решить с помощью симптома то, что мы с вами решить не можем. Например, если женщина очень нуждается во внимании, в заботе, в поддержке мужа, а муж куда-то начинает влево-вправо шататься, то симптом будет привлекать внимание и любовь мужа. Если человек откладывает принятие решения, потому что не может принять решение в жизни, то симптом будет как бы уводить человека в сторону со словами я сначала вылечусь, а потом буду решать эти вопросы. Если человек не может взять на себя ответственность, если человек хочет как бы переложить ответственность, то он уходит в симптом со словами, вы знаете, сейчас не до этого, или я же больной, как я буду этим заниматься. Если человек не может уволиться, то с помощью симптома он разрешит себе уволиться. Если человек не дает себе право на отпуск, на отдых, то с помощью симптома он будет разрешать себе право на отдых со словами, Маргарита Павловна, вы знаете, я не приду сегодня на работу, потому что я в реанимации, и вы уж меня простите, я завтра утром буду. Да, и вот так примерно выглядит функция симптома. То есть симптом нам нужен для того, чтобы за нас решить неразрешаемую ситуацию. Отсюда мы делаем вывод о терапии подобных невротических расстройств. Нам нужно научить пациентов решать свои сверхценные потребности, решать свои сверхценные психологические особенности, которые столкнулись с обстоятельствами жизни таким образом самим, чтобы симптом был не нужен. И как сказал Борис Дмитриевич Кровосарский, тогда пациент подарит нам симптом, потому что симптом его жизни уже ничего не решает. Ваш Алексей Красиков, школа эмоционального интеллекта и психотерапии и канал Невроза Мегаполиса желает вам приятного вечера, приятного утра и всего самого доброго. Подписывайтесь на канал и смотрите следующие ролики. До свидания.